Кондратюк Его называют Бардом, героем гражданской войны, певцом с Украины и мало кто наздает ему то определение, ту характеристику, которую он заслужил. Юрий Васильевич Кондратюк сегодня признан во всем мире теоретиком или пионером теории космических полетов. Во всем апреле это традиционно к Кондратюку повышенный интерес, потому что если бы не было таких пионеров, как Кондратюк, а в мире их насчитывается порядка 20 человек, наверное полет Гагарина был бы отодвинут намного-много дальше. Вообще начало 20 века человек осваивает самолеты, первые, фанерные, деревянные и уже тогда появляются люди, которым вот воздушное пространство было уже мало и было тесно, хотелось выше. И вот таких людей в мире насчитывается порядка 20 человек. Абсолютно разные люди, абсолютно разных успехов они достигли, но Кондратюк стоит особняком. Причин здесь несколько. Первое это ученый-самоучка. Он закончил только мужскую болтавскую гимназию и два месяца в институте по-техническому в Петрограде. Больше он никогда не учился, но тем не менее он вошел вот в такую вот плеяду талантливейших людей, которые имели университетское образование, возможности провести эксперименты. Кондратюк до всего доходил сам. И когда он приехал к нам в Новосибирск, это был 1626 год, он, пожалуй, в то время в Сибири был единственным человеком, который считал, что космонавтика это всерьез. И это нормально, это реально. Над ним смеялись, на него сочинялись смешные эпиграммы, его всерьез никто не воспринимал. Но жизнь догадалась, что он прав. Как получилось, что у человека два имени, а может быть даже и три, сейчас будем об этом говорить, годы жизни, точно известна дата рождения. 897-й Полтава. Маленький городок на Украине. А вот до смерти стоит вопрос. На сегодняшний день точная дата и обстоятельства гибели Кондратюка являются закрытыми. Это был февральский бой 42-го года в Орловской области. Он ушел в этот бой 23 февраля, а дальше следы теряются. Его не было среди пропавших, его не было среди раненых, его не было среди тех, кого поднимали убитыми из поля боя, он исчез. Болити были обыкновенно тяжелые. Часто людей просто приспали землей. Есть версии сегодня, что он может находиться в одной из братских могил. Их много на Орловской земле после тех тяжелых боев. Так что это пока белая страница. Пожалуйста, дальше. Почему же все-таки фамилии две? Официально указывается Кондратюк в скобках Шаргей. Но могло бы быть и три фамилии. Шаргей, Шлипенбах и Кондратюк. Шлипенбах. Это его мама. Урожденная Елена Львовна Шлипенбах. Она происходила из древнего шведского рода. Если вы читали поэму «Полтава», наверняка читали в школе, там есть такие строчки. «Несется гордый Шлипенбах». Это как раз о прадеде. Так вот, когда Елена Львовна, женщина, получившая великолепное образование, выходит замуж за студента из национальности еврей, семья ее не принимает. И отвергая, оторвается от нее. В их семье в браке рождается сын, которого называют Александр. К сожалению, родители умерли рано. Мальчик остался один. И вы знаете, только примерно лет десять назад представители шведского рода Шлипенбах, рассмотрев все обстоятельства, которые известны сегодня про этого человека, приняли решение о том, что все-таки они его признают. И они предложили, давайте будем писать Кондратюк-Шаргей-Шлипенбах. Но все это один человек. Пожалуйста, дальше. Человек талантливый, человек гениальный, человек выдающийся. Это все один. А что является причиной, что в данном случае отношение его является на истоках гениальности? Может быть, это семья? После смерти родителей его воспитывал двоюродный дедушка, врач по образованию, необыкновенно образованный человек. Да и вообще Полтава, конца 19 века, город интеллигентнейший. Библиотеки, театры, концерты. Это было нормой жизни. Может быть, это источник. А может быть, гимназия. Мужская гимназия, в которой детей не заставляли учиться, а их учили учиться. Учеба была нечто возвышенным. И каждый ученик, каждый мальчишка, который туда приходил, он понимал, что учеба для него это вершина, это счастье. И вот это вот желание учиться Александр сохранил на всю жизнь. Пожалуйста, дальше. А может быть, обстоятельства? Потому что именно они заставляли этого человека принимать нестандартные решения. Например, подвесной мост через реку Абах-Горде-Новокузнецкий. Сегодня подвесные мосты, Левантовые, это самые передовые прогрессивные мосты. В Америке, в Китае, в Европе, везде. Но ни один сегодня человек не возьмется за расчет такого моста. Потому что необыкновенно сложно рассчитать силу натяжения тросов и левант, которые удерживают конструкцию моста. А Кондратюк это сделал, он рассчитал такой мост сам, не имея не только высшего, а даже специального профессионального образования. Почему он так это сделал? Потому что перед ним были обстоятельства. Река Абах имеет сильный ледоход. Значит, мост должен быть особый, он должен парить над рекой. Зернохранилище, или точнее часть этого комплекса, элеватор в городе Камни-на-Аби, 1930-й год. Опять оригинальное решение. В то время в стране не хватает гвоздей, не хватает вообще скобинных изделий, а строить нужно было обстоятельства. Вынуждают принять оригинальное решение, построить эту огромную конструкцию в виде русской избы сруба, когда каждое бревно фиксирует соседнее. Появляется ни с чем не сравненная, уникальная конструкция вот такого элеватора. Несущие стены не имели ни одного гвоздя. Или другое обстоятельство. Крымская ветроэлектростанция. Она должна была встать над Ялтой, на горе Альпетри на высоте 1234 метра, где дуют ветра сильнейшие во всех направлениях. И вот, учитывая все эти обстоятельства, Кондратюк вместе с его коллегами предлагает оригинальную идею. Сделать ветряк всепогодный, так, чтобы он поворачивался и ловил силу ветра, с какой бы стороны он не дул. Внизу конструкции была предусмотрена специальный вагончик. Он легко поворачивался по рельси, двигался и легко вращалась станция. В эти два ветряка высота станции должна была составить 165 метров. Ничего подобного не было ни тогда, ни сейчас. Сегодня строят обычные легкие ветряки, которые расположены на полях Европы или Америки. К сожалению, первый и второй проект были реализованы, а вот этот проект так и остался на бумаге, потому что после смерти Арджиники, Донаркома тяжелой промышленности, этот проект стал никому не интересен, да и вообще забыли про ветоэнергетику в нашей стране. Пожалуйста, дальше. Давайте вернемся о том, почему же все-таки появился Кондратюк. Он никакого отношения к семейным корням не имел. Александр Шагиев, в 1016 году студент Петроградского психического института. После двух месяцев учебы он получает повестку на фронт. Шла Первая мировая война, и он заканчивает школу прапорщиков и отправляется на Кавказ. После окончания войны, в 18-м он уже снова на родине, на Украине, в Киеве, но теперь уже начинается новая война гражданская. В Киев входит армия белогвардейцев под командованием генерала Демикина. Солдат не хватало и был объявлен насильственный призыв. Это значит, что в каждый дом входит конвой. Если в доме был мужчина, способный держать оружие, его под конвоем забирают на вокзал, где формировался эшелон. Пришли в дом и к Александру, он у нас справа от вас. Забирают документы и доставляют на вокзал. Но Александр был противником вот этой братубийственной войны, и как только эшелон трогается, он ищет в малейшего случая с этого эшелона бежать. И на маленькой станции у него получилось. Он вместе с другом бежит, а документы остаются у белогвардейских офицеров. И впоследствии были безвозвратно потеряны. В течение трех лет этот молодой человек живет без документов, опасаясь доноса, ареста и расстрела. И, наконец, подвернулся случай. Его мачеха, это вторая жена отца, приносит документы на имя Георгия или Юрия по-старославянски Кондратюка. Вот он, слева от вас настоящий Кондратюк. Он был студентом Киевского университета и умер от тяжелого туберкулеза. На свидетельстве, но достоверение, точнее, не сохранилось в фотографии, поэтому Александр решил этим воспользоваться, наклеивать свою фотографию. Берет не только чужое имя, но и чужую биографию. И становится Юрием Васильевичем Кондратюком. И с этим именем он проживет всю оставшуюся жизнь. О том, что Кондратюк, это не Кондратюк, а совершенно другой человек, будет известно только в середине 80-х годов. Знали эту тайну только три человека. И вот ее и рассказала единственная, оставшаяся в живых, сводная сестра Александра Шаргея. И с того времени всегда, когда говорят о Кондратюке, вспоминают его родное имя. Пожалуйста, слышь. Знаете, жить под чужим именем, это не менее опасно, чем жить без документов. И поэтому он покидает родную Украину. И сначала приезжает на Кавказ, где выполняет самую черную работу на строительстве сахарного завода. А потом случай подвернулся, и его пригласили в Сибирь. Сначала камень на Аби, а затем город Новосибирск. Улица Советская, 24, контора «Союз Хлеб». Фотография начала 30-х годов. Вот это здание сегодня является памятником истории регионального значения. Именно по той причине, что здесь работал один из пионеров космонавтики. Пожалуйста, дальше. И вот здесь, перед молодым человеком встает дилемма. А что для него важнее? Луна или хлеб? Он должен был себя как-то кормить, ему нужно было работать. И вот для этого он устраивается сюда, выполняет работу по надзору, по ремонту, по строительству зернохранилищ, для того, чтобы обеспечивать хлеб стране. Но, с другой стороны, у него была потрясающая потаенная мечта, которая пришла к нему, когда он был еще 16-летним парнем. Именно в этом возрасте он прочитал роман немецкого писателя-фантаста Келлермана под названием «Тоннель». В этом романе шла речь о сооружении подводного тоннеля между Европой и Америкой по дну Атлантики. Александр был потрясен вот этим грандиозностью замысла и первоначально тоже захотел сделать что-то вот потрясающее вглубь земли. Но ему просто не хватило знаний. И он разворачивает свои интересы в сторону космоса. И с этого возраста, как он потом напишет в письме Циолковскому, он серьезно заболел космосом. Дальше, пожалуйста, дальше. Вот так он выглядел, молодой, высокий, худощавый, черноволосый, с яркими выразительными глазами. Вы знаете, по воспоминаниям коллег он был совершенно удивительным человеком. Не только талантливым, и талант помечался везде, где бы он ни находился. Он получил 8 пациентов на изобретения разные, один или в соавторстве. Но он блестяще знал историю древнего мира, театр, литературу, обладал исключительным чувством юмора. Ну а хлеб, это вот перед вами наверху карта, карта западной и восточной Сибири. Он мало сидел в кабинете на Советской, он постоянно разъезжал командировками. И вот один из грандиозных его проектов. Я уже показывала часть элеватора, а вообще этот комплекс стоял на берегу Аби. И вот слева от вас это огромное сооружение, это зернохранилище Амбар. Кондратюк его назвал мастодонтом. Наверное, по аналогии с древним ископаемым животным. Вот когда он был построен, он получил статус самого большого в мире деревянного зернохранилища. И была тема Луны, были рукописи, страница перед вами, и была мечта когда-нибудь сделать так, чтобы рассчитывать на то, что человек попадет, высадится на Луну. Он понимал, что при его жизни это нереально. И свою первую рукопись он назвал «Для тех, кто будет читать, чтобы строить». Он обращался к будущим поколениям. Сохранились такие воспоминания. Площадь Кондратюка, я еще раз называю это. В 1928 году Кондратюк с молодой девушкой, красавицей, по которой звали Зоя, прогуливался по центральной части. В какой-то момент они оказались там, где сегодня проходит проспект Димитрова. Начинается там лежали бревна, они присели. Был летний вечер, луна на небе. Зоя ждала слов о любви, а вместо этого Кондратюк рассказывал, смотрел на Луну и рассказывал о том, как было бы хорошо высадиться на лунную поверхность. И вот по священию обстоятельств уже в 1683 году именно это место получило название «Площадь Кондратюка». И еще опять же «Хлеб и Луна». Два факта в истории, в биографии Кондратюка, связанные с Новосибирцем. Первое – это восторг. Наконец-то он издал книгу. «Завоевание межпланетных пространств», 29-й год, издал на свои деньги, потому что любое книжное издательство, любое другое сказалось его печатать, он был неизвестен никому. Он с этим тиражом книги пришел на Советскую 24 и дарит эту книгу всем коллегам. Они открывают, видят страшные формулы, вот это огромное теоретическое описание, закрывают, они ничего из этого не понимают. Но он был счастлив. И еще одно тяжелейшее испытание в его жизни – это донос. Он попадает под волну сталинских репрессий. В 1930-м году его арестовывают. По знаменитой 57-й статье «Экономическое вредительство» – это групповое дело сотрудники всей конторы «Союз Хлеб». Первоначальное решение было концлагеря на три года, но затем пересмотрено, и он был приписан, прикомандирован на завод. Так что вот такой печальный статус врага народа Кондратюк получил в Новосибирске. Вы знаете, вот книга, о которой я вам сказала, книга была издана тиражом 2000 экземпляров на сегодняшний день. В городе только два экземпляра. Оригиналы – это в ГПНТБ, в областной библиотеке. У нас, знаете, не было книги, и мы решили сделать что-то исключительное для себя экземпляр. Далее я покажу вам эту книгу. Книга полна удивительных идей. Давайте поговорим о тех же идеях, которые стали реальностью. Я вам напомню, рукописи писались до… Начал он писать их в 1913 году, а вот закончил писать в 1942. Три рукописи. Две хранятся в архиве Академии наук. Третья рукопись исчезла в годы Великой Отечественной войны. Судьба до сих пор неизвестна. Идея. Ракета-носитель. Только контратюк ее называл ракетный снаряд. Он даже прорисовал. Похоже на сложенный зонтик, но четко разделено на четыре части. Пожалуйста, дальше. Еще одна идея. Кресло-ложимент. Он нарисовал расположение человека. Когда стартует ракета или когда садится аппарат при возвращении на землю, человек строго должен находиться в горизонтальном положении. С тем, чтобы распределить перегрузки, которые он испытывает. Кресло-ложимент сегодня обязательное условие для всех космонавтов. Орбитальный самолет. Контратюк его назвал планероподобный снаряд. Он говорил о том, что можно создать некий симбиоз аппарата, который стартует в космос как ракета, а на землю возвращается как самолет. И еще. Вот здесь он указал, что вот этот защитный кран обязателен при возвращении корабля на землю, и он должен быть покрыт огнеупорной черепицей. Плитка. Термозащитная плитка с орбитального самолета «Буран». Откуда она у нас? У нас в 80-е годы в инстутии Сибня и Мечеплыгина проходили исследования по программе «Буран». И в том числе вот этот фрагмент был привезен, их плиток достаточно было много. В чем уникальность этой плитки? Ну, во-первых, это основание, на которое плитка приклеивается на корпус самолета. Таких плиток около 36 тысяч. Если плитку положить на ладонь, сверху плитки нагреть температуру 1200 градусов. В течение 20 минут ладонь ничего не чувствует. Вот этого времени достаточно, чтобы аппарат прошел плотные слои атмосферы, там, где возникает высочайшая температура, и благополучно совершил посадку. Плитка состоит из пористого углеводорода, черное покрытие на основе графика. Пожалуйста, дальше. Позволила привести себе цитату Кондратюка. Он считал, что космонавтика необходима человеку для того, чтобы хозяйничать на Земле, хозяйничать, осваивать Землю. Искусственные спутники – то, что сегодня совершенно нормально. Над нашими с вами головами работает порядка 500 искусственных спутников Земли. В нашей стране принадлежит порядка 100. Это спутники, которые позволяют сегодня жить нам так, как мы живем. И если бы вдруг спутники сегодня сошли с орбиты, наша жизнь бы стала совершенно другой. Карты, фотографии, МЧС, телевидение, связь мобильная, работа аэропортов, лесное хозяйство, сельское и много-много чего дают нам спутники. И, пожалуйста, дальше. Ну, а что же осталось из идей, которые не реализованы? Идея пушка, которая должна была уничтожать астероиды. Кондратюк понимал, что есть такая угроза для жителей Земли, и он считал, что необходимо создать такое устройство, которое могло бы противостоять этим космическим пришельцам. Есть идеи, которые у него прорисованы, а есть идеи, которые просто описаны теоретически. Вот это одна из них. Пожалуйста, дальше. Еще одна идея. Солнечная электростанция, вот это здесь чертеж, и здесь все прописано. Наличие зеркала, направление тепла и так далее. Он считал, что когда-нибудь на околоземной орбите появится специальное устройство. Оно будет аккумулировать силу солнечной энергии, а потом разворачиваться и обогревать полярные районы Земли, там, где наступает полярная ночь. Такие эксперименты начинали уже проводиться в нашей стране, это начало 80-х годов, но это был не обогрев, это было освещение. Осветили тогда три города Киев, Москву и Ленинград. Попытались сделать такой эффект, это было здорово, но поскольку вот такие эксперименты требуют серьезных вложений, они были пока прекращены. Но это то, что действительно способно оказать большую помощь людям, живущим на Земле. Пожалуйста, дальше. Вот, казалось бы, человек сделал много. Строил удивительные сооружения, получал патенты на изобретение, облегчая жизнь людей, занимался теорией космических полетов. И вот, к сожалению, в отличие от других пионеров космонартики, ему было очень тяжело и плохо. Тяжело в каком плане? В том, что, во-первых, он не имел возможности общаться с единомышленниками. Была краткая переписка с Циолковским, но большого такого плода вообще не получилось по разным причинам. Пользоваться библиотекой, читать литературу, точнее, которая была бы по аэронавтике, которая была ему полезна, ему тоже не было возможности. Но вот что удивительно, постепенно вот эти вот информации о талантливом Кондратюке, о талантливом Сибирике, как его потом стали говорить после выхода книги, она начинает распространяться. В январе 29-го книга выходит в Новосибирске, а через месяц в немецком журнале по аэронавтике появляется восторженная статья, отзыв на эту книгу. Каким образом? Из глухой тогда Сибири до Германии эта книга добралась, сегодня объяснить очень сложно. Еще был факт в жизни Кондратюка, это встреча с Королевым. Сергей Павлович Королев, знаменитый наш практик, человек, который действительно воплотил все идеи пионеров, всю теорию в практическое. Он это первый спутник, первый космонавт, первый экипаж и так далее. Так вот, еще в 1933 году Королев попросил организовать встречу с Кондратюком. В это время он возглавлял группу изучения реактивного движения ГИРД. В эту группу он собрал талантливых инженеров и ученых, которые занимаются ракетами. Когда Кондратюк пришел на эту встречу, услышал предложение Королева, он ему предложил место главного теоретика в этой группе. Он был потрясен. Для него это была мечта всей его жизни. Он наконец-то мог заниматься тем, что хотелось, и то, что он мог делать. Но он также знал один нюанс. Все те, кто находились в этой группе, находились на особом контроле органов ОГПУ. ОГПУ, НКВТ, ФСБ, можно по-разному сегодня говорить. Но это те органы, которые внимательно наблюдали, потому что Сталин прекрасно понимал значение ракетного движения в то время, и поэтому за каждым человеком был большой присмотр. И Кондратюк узнал, что только он придет с документами, сразу вскроется и его подлог имени, и вскроется служба у белогвардейцев официально по спискам Кондратюк-белогвардеец. Хотя ни дня в этой армии не служил. И с болью в сердце от этого потрясающего предложения Королева он отказался. А если бы вдруг он принял? Если бы вот органы, карательные органы не досмотрели, не нашли и не узнали, то Кондратюк был бы тем человеком, с кем Королев запускал в космос и первый спутник, и первого космонавта. Но вот возвращение из небытия произошло только после 20 июля 1969 года. Именно в этот день американская экспедиция «Аполлон» совершила посадку на поверхность нашего спутника. Это была космическая гонка, она была политическая, в которой тоже была лунная программа. Стали... было принято решение о том, что не будем мы транслировать успехи американцев. Весь мир смотрел, как Нел Армстронг вступает на лунный грунт. А в нашей стране была просто краткая информация. Но на следующий день, 21 июля 1969 года, в газете «Комсомольская правда» появляется статья под названием «Человек, который предвидел». Научный обозреватель Александр Львов впервые на весь мир выносит имя Кондратюка и говорит, вот он, вот это наш человек, он как раз и предлагал идею высадки на другое небесное тело. Американцы полетели именно так, как предсказывал Кондратюк, только спустя 50 лет после того, как это произошло. Вы знаете, из подачи американцев трасса полета на Луну получила название трасса Кондратюка. Его идея полета на Луну или идея полета на другое небесное тело, она может быть также использована, как и все его идеи, оригинальные и очень простые. Суть ее в том, что он предложил, чтобы ракета, которая отправится на Луну, не совершила посадку на лунную поверхность, а стала углолонным спутником. И с этого корабля матки, как он говорил, спускаемый аппарат садится на Луну, там экипаж выходит, работает, потом возвращается на орбиту, на лунную орбиту. Кораблю не нужно тратить топливо для разгона с лунной поверхности. И корабль только делает маневр и возвращается на родину. И вот, пойдя по этому пути, американцы сэкономили вес ракеты в 2,5 раза. И построили гигантскую ракету «Сатурн-5» весом всего-всего 30 тысяч тонн. Пожалуйста, дальше. Было признание и запоздалое, но это уже... Еще, извините, вернусь, оставимся на слайде. Так вот, только после этой статьи у нас Верховная судебная коллегия принимает решение о реабилитации Кондратюка. В 1971 году доброе имя Кондратюка было восстановлено. Факт признания нашей стране. Международная космическая станция, введи обложку, титульный лист книги. Это вот то, о чем я вам говорила. Мы решили сделать особую книгу для нашего музея. Вот эту книгу, это репринтное издание, которое было выпущено к столетию ученого в 1997 году. Мы обратились в Российское космическое агентство с предложением эту книгу отправить на борт МКС, чтобы провести почтовое гашение. Очень смелое, дерзкое предложение, потому что... Вот это была четвертая книга, которая побывала на борту МКС. Обычно отправляют марки, открытки, ну что-нибудь легкое, потому что это все дорого, это топливо. Так вот, побывала там, и вот здесь поставлен штемпель. 18 октября 2008 года российский сегмент. И оставили автографы шесть членов экипажа. Это первый большой международный экипаж, который работал на станции. Ну а книга с космической пылью вернулась потом на Землю. Пожалуйста, дальше. Ну и еще одно признание со стороны американцев. 2014 год. Примерно 15 лет назад наш музей вместе с Сибирским отделением Академии наук обратился в галерию международной космической славы в городе Ломагорда, штат Нью-Мексико, в США. Есть такая галерея, единственная в своем роде, в которую вводят имена людей, оказавших большой вклад, внесших большой вклад в развитие космоанавтики. Всего там 165 человек, больше всего, конечно, американцев. И вот в 2014 году, 15 лет прошло, и как-то все не случалось, не случалось. А в 2014 году, как раз тут еще обострились отношения на Украине, и отношения наши с американцами были не очень. Мы получаем информацию о том, что, ребята, решение принято. Кондратюк будет номинирован в эту галерею. Была официальная церемония, и вот среди людей, которые были номинированы на 12 человек, Кондратюк был единственным русским. Именно о нем, 12 минут, директор галереи рассказывал о его заслугах. Пожалуйста, дальше. Ну и вот теперь на американской земле есть вот такой стенд, посвященный нашему измеряку Юрию Васильевичу Кондратюку. Рядом Джон Хоббалт, автор «Американская лунная программа», организов авторов. Американцы бесконечно признают Кондратюка во всех энциклопедиях. Везде это есть. И очень хочется, чтобы на родине, в нашей стране и в городе Новосибирске его тоже знали. Пожалуйста, дальше. И вот оно здание. Это здание, в котором находится сегодня головной офис в музее города Новосибирска. Выглядит оно так. Со стороны потани, скорее, есть мемориальная доска. Но на втором этаже экспозиция, посвященная этому удивительному ученому. Я надеюсь, что когда вы теперь будете проезжать или проходить по площади Кондратюка, вы точно будете знать, какое отношение площадь имеет к этому человеку и кто он такой. У меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...